Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим и развеем очередной автомобильный миф от чего же берется гуталин, кокс, вазелин и так далее в двигателе Ни для кого не секрет, что интернет просто завален массой фотографий с ужасными последствиями неправильной эксплуатации или еще чего-либо мотора Когда мы видим под вскрытой клапанной крышкой, когда ее подняли мы видим ужасающие картины, вот фотографии, пожалуйста Вот типичный пример, например, черный такой кокс густой непонятно с чем смешанный, то ли это масло, то ли это антифриз Многие говорят, что это смесь других разных масел Вот тут желтый нагар, кокс, который может быть как густым, вазелиноподобным так и таким, который уже сухой, начинает крошиться Автомобиль это сложная система, в котором работает много различных жидкостей Топливо, моторное масло, трансмиссионное масло, охлаждающая жидкость, омывающая жидкость Хладагент, который бывает не только в жидком, но и в газообразном состоянии И вообще в целом, как бы так сказать, для чайников неправильная эксплуатация и обслуживание автомобиля в целом могут привести к смешиванию того, что в принципе смешиваться не должно То есть жидкости, которые находятся в разных контурах разных систем автомобиля Когда они перемешиваются, происходит непоправимое И вот здесь мы приходим именно к такой интересной вещи Что происходит данное отложение, которое происходит в двигателе Они происходят от целого комплекса причин Это может быть от того, что действительно смешивается то, что смешиваться не должно И значит эксплуатируется таким образом, как эксплуатироваться не должно Есть наиболее распространенный миф, что этот кокс, гуталин, так называемый Происходит от того, что пользователь смешивает масло синтетическое и полусинтетическое Или полусинтетическое с минеральным И вот происходит этот ужасный вазелин, кокс, говнолин и так далее Большинство людей склонно в это верить Либо то, что даже масла разных брендов могут при смешивании давать такой эффект На самом деле, друзья, вот этого никогда не может быть В принципе, потому что не может быть никогда Масла, все масла, синтетические, будь они минеральные Они все делаются на одной основе Основа для масел всегда минеральная И степень его синтетичности зависит от того, сколько же там присадок И каким образом произведена фильтрация А на самом деле, значит, почему происходит данное загрязнение двигателя Это происходит всего лишь по причине того, что с маслом смешиваются другие субстанции Которые никаким образом вообще не должны с ним смешиваться Вот, например, приведем пример Сейчас интернет обошла картинка Такие вот ужасающие отложения Здесь вот картинка Снизу, значит, из поддона вот эта вот кака лезет И сверху вот под клапанной крышкой такой более желтый оттенок А снизу почему-то он более зеленый И знаете, что это такое? Это вовсе не от того, что смешались какие-то масла там минеральные с неминеральными маслами Это произошло от того, что девушка взяла и залила омывайку в мотор Ведь современные автомобили, они так сделаны еще по хабам То, что там, ну, можно в принципе легко перепутать Особенно если ты дама с белым цветом волос Можно легко перепутать горловину для заливки масла И горловину для заливки омывайки Что, собственно, эта девушка и сделала Значит, и что у нас, получается, попало в масло В масло попал смесь изопропилового спирта Ведь ни для кого не секрет, что нормальная омывайка обычно делается на основе изопропилена Это одна из разновидностей спирта Так вот, изопропиловый спирт, он смешан с водой И вот представьте, эта смесь, она попала в масло И некоторое время там поработала Разумеется, все вспенилось Там прореагировало каким-то образом И получилась такая вот вещь Вторая, значит, жидкость, которая может попасть И уже не таким способом через блондинку А способом вполне тривиальным Это этиленгликоль То есть, этиленгликоль смешанный с водой Что на самом деле является охлаждающей жидкостью Которую мы называем антифризом Этиленгликоль, это тоже спирт Так же, как и изопропиловый Только имеющий несколько иную формулу И вот, представляете, когда это все смешивается Случается вот такая картинка Здесь уже, значит, не так драматично оно выглядит Но мы видим эмульсию Мы видим эмульсию, мы видим эмульсию под клапанной крышкой Либо мы видим эмульсию в расширительном бачке Также, например, вот пример того, когда смешалось Вроде бы несмешиваемое Оно вот, допустим, если антифриз тот же самый То есть, этиленгликоль плюс вода попал в АКПП И смешался с жидкостью, значит, с АТФ Это жидкость, которая, ну, и называют, просто говоря Масло для автоматических коробок На самом деле, это жидкость, имеющая свои специфические свойства Ну, вот, таким вот образом Если она попала через, значит, трубку теплообменника Значит, трубка теплообменника в радиаторе повреждена была АКПП И в АКПП каким-то образом попал, значит Туда вот этот антифриз Вот человек сливал баночки И, видите, стоят Такая, значит, тоже эмульсия получилась Разумеется, эта эмульсия, она, пока, значит, она эмульсия Она в таком виде прибывает Ну, тут человек сразу заметил, у него потекло Если же это все в двигателе Если вы не сразу заметили, что оно там То оно со временем Ваше масло просто губит И, значит, оно получается вот такой тоже нагар Что еще может быть? Еще может попадать бензин в масло Ни для кого не секрет, что условия эксплуатации в России очень суровы И, особенно, если бензин плохой В холод при попытке запуска происходит Многократные попытки запуска неуспешные И тогда бензин попадает в цилиндры Ну, он просто-напросто не сгорает Просачивается через компрессионные кольца А если это в больших количествах получалось То, значит, и бензин, если плохой Вот картинка, где бензин просто замерз И его тут извлекали из двигателя, как я понял Вот, он просто замерз в такую какашку, похожую на янтарь Почему это произошло? Потому что, во-первых, ну, получилось в течение таких нехороших обстоятельств Бензин, значит, был плохой Бензин был, видимо, разбавленный ослиной мочой Плюс он попал, значит, в масло При многократных попытках, разумеется, неуспешных И затем машина была отбуксирована в сервис И вот такие куски были извлечены из системы Ну, тут, разумеется, уже это очень потяжело И мотор попадает в капиталку Вот, и, разумеется, масло тоже деградирует при всех этих условиях И перестает выполнять свою функцию И теперь мы приходим к самому главному Почему же происходит данное, все вот это непотребство с маслом При смешивании с разными жидкостями И дело в том, что все это сводится, вот эти все случаи, которые как пирамиду я вам привел То есть, вот внизу на основе много-много случаев смешивания разного-разного-разного с маслом И в конце концов, когда мы карабкаемся вверх К причине, к первой причине неисправности двигателя Все сводится это к одной причине Это сводится все к деградации, к загрязнению масла И потерю маслом своих свойств И сейчас я расскажу вам, что же тогда происходит Ах да, друзья, может быть вы скажете, что я правильно эксплуатирую двигатель И все делаю правильно, ничего туда плохого не заливаю Бензин у меня всегда хороший И такого со мной произойти не может Нет, уверяю вас, друзья, вы ошибаетесь Может И происходит это Бывает машина на ровном месте просто, ну, начинает ломаться Особенно современные машины чувствительны к этому И у вас может появиться вот такой вот прекрасный гуталин в моторе Просто буквально из ничего Вы спросите, а как, откуда оно появилось А я вам скажу Оно появилось просто Есть такое понятие, как конденсат в физике Это образование при перепадах температуры, влаги внутри чего-либо Так вот, в вашем моторе происходит образование влаги, активное А перепады температуры – это так называемые пресловутые частые и короткие поездки зимой Если вы живете в большом мегаполисе и часто и коротко ездите везде Не давая мотору полностью прогреться до рабочей температуры И поработать какое-то время на ней У вас постепенно образуется конденсат в масле И масло постепенно теряет свойства Итак, все это в комплексе у нас Что оно делает и почему происходит появление говнолина в двигателе Это происходит по причине того, что масло теряет свои свойства Масло теряет свои свойства под воздействием смешивания с различными жидкостями, с которыми оно не должно было смешиваться Под воздействием смешивания с бензином, особенно если это плохой бензин Хороший бензин может и выгореть Но опять же, если вы делаете долгую поездку на хорошем прогреве мотора А если вы ездите короткими поездками, то и бензин не выгорит И ваше масло все разбодяжит К чему это приводит? Это приводит к тому, что масло ваше теряет свои свойства Это прежде всего смазывающие свойства И для многих это будет откровением Но и охлаждающие свойства Да, масло не только смазывает, но и охлаждает ваш двигатель И вот когда оно перестает его смазывать и охлаждать Происходят такие вот вещи неприятные, как задиры Задиры, которые ведут к поломке Самого важного вашего агрегата автомобиля Значит, ну, поломка в чем может выражаться? В пропадении компрессии Когда машина трясется, либо заводится плохо, либо не заводится И не едет, то есть не развивает свои мощности Перегрев происходит Когда машина ваша кипит Непонятно по какой-то причине прогорает прокладка Это тоже из-за масла случается, да, представьте Может даже произойти возгорание Потому что многие современные моторы, они горячие Если вы зимой, конечно же, от этого более-менее как-то можете быть застрахованы Когда настанет лето, вы, значит, можете словить вот это вот Ну или просто двигатель ваш застучит и заклинит Заклинит он почему? Потому что масло потеряло свои свойства Так вот, пусть немного и сумбурно Но мы пришли к тому, что потеря маслом своих смазывающих и охлаждающих свойств Оно приводит к разрушению вашего двигателя А внешним выражением потери этих свойств И есть как раз вот этот вот кокс и нагар То есть именно так внешне проявляется потеря маслом свойств Почему же это происходит? Это происходит потому что, во-первых, либо у вас затянуты интервалы замены масла И разумеется, все вот эти вот жидкости вредные, которые накопились Конденсат за зиму, он плохо влияет, плохо сказывается Вы, значит, масло не меняете слишком часто Либо меняете на сервисе На сервисе вас, особенно у официалов, подстерегает другая опасность Что вам могут просто не менять масло Вам могут просто его немножко подливать При этом не меняя То есть подольют, уровень у вас нормальный Вы опустили туда, значит, щуп посмотрели Масло есть на уровне В то же время основная часть масла у вас может быть просто нефункциональна Она может присутствовать в виде гуталина Но вы меня спросите, уровень масла же показывает система? Значит, масло есть Но уровень масла может быть вот такой То есть, представляете, вот такой вот у вас поддон У вас там все в этом вазелине, в гуталине Который, разумеется, не циркулирует и не выполняет никаких свойств И вот вы вынули щуп И у вас, опа, масло вроде есть А на самом деле там на конце у вас показывают то, что оно есть Ну, из-за того, что там немножечко его там литр там в системе плещется И представляете, у вас вместо там 4 или 5 литров рабочего объема масла У вас всего лишь литр Который, разумеется, там, когда мотор у вас остановлен, он стекает вниз И у вас есть иллюзия, что масло там есть И оно может быть даже быть чистым Потому что, ну, представляете, этот кокс Его же нелегко отмыть Масло, оно же не ацетон Оно само по себе вот был залит объем масла литр Он литр чистый есть, да Вот он у вас есть, когда на щупе, и все А, значит, в системе он не работает И не производит никаких полезных функций Именно поэтому я выступаю за более частую смену масла Не такую, как по ТО Там, по 10 тысяч, там, по 15 А должно быть где-то 5, ну, 7 максимум тысяч Это раз, во-первых И, во-вторых, я за сезонную замену масла выступаю Потому что именно сезонной заменой масла вы сможете избежать вот этих вот всех негативных последствий Когда масло после зимы, оно у вас очень плохое Вот зима прошла, и масло после зимы уже нужно сливать Оно уже потеряло свои свойства Там уже накопился конденсат Оно уже сработалось Все, оно уже не будет у вас нормально работать Если же вы будете менять по рекламенту чисто Оно у вас уже может быть вот в таком состоянии А вы же не знаете, как оно выглядит так Вы же не поднимаете крышку, не снимаете И не видите, что там происходит Также и неплохо было бы сделать промывочку Ну, можете не делать каждый раз промывку Но после зимы, мне кажется, промывку нужно сделать Но промывку не какими-то агрессивными там жидкостями Которые могут оторвать кусок нагара, как все боятся И закупорить все ходы в двигателе А просто, значит, промывочным маслом Если вы против промывочного масла Я знаю, что многим просто религия не позволяет Ну, купите обычного минерального масла И промойте им Чтобы у вас хотя бы, ну Со всех каналов вышло все ваше старое масло Со всякими нехорошими субстанциями, которые накопились за зиму И затем на залете свежее масло вы будете уверены в том Что у вас нормальное масло Ну и на сервисе, конечно, я бы рекомендовал все-таки присутствовать при замене масла И видеть, что действительно человек берет 5-литровую канистру И заливает ее туда полностью А сливает он полностью всю вашу каку из вашего поддона А то некоторые умельцы еще и умудряются откачивать через щуп масло Специальными насосными станциями Что вообще недопустимо Потому что непонятно, что там может быть Поддон вообще забит снизу И вся эта кака там останется А потом она может быть еще и немножко Растворится свежим маслицем И пойдет у вас снова циркулировать И масло у вас получается свежее, которое вы залили Оно превращается сразу в каку Итак Мы развеяли мифы Насчет того, откуда берется гуталин и говнолин В вашем двигателе Следите за состоянием ваших двигателей Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Будет еще много интересного